у меня очень сильно били тоже это же в больницу отвозили и я очень сильно бил многие понимают что сломанный уши значит человек связан с какими-то криминалом да и с криминалом осталось только еще его поколотить хорошенечко расскажем на десерт и все числа в убийство в первом раунде это будет я думаю точный правильный ответ и не ошибетесь на часах пол шестого утра мы уже на ногах собираемся готовимся сегодня воскресенье утро 7 апреля прекрасный день начинается очень будет интересно и по-любому сто процентов съемка чем не было день рождения и не знаю вот я не праздновал потому что сегодня у нас съемка нового видео у нас гостях будет человек актер певец поэт боец на самом деле у нас в гостях боец шестикратный чемпион мира по боевому самбо чемпион м1 чемпион м1 челлендж вячеслав василевский так что ребят оставайтесь с нами и смотрите сегодняшний сюжет мы поехали потому что время бежит кофеок заварился и мы погнали дай дай 15 минут реально добить еще пожалуйста не серьезно а нас еще есть 15 минут я уже все собрался не гони пашка игре до 15 минут добить я родился в сибири в сибири маленьком городке зеленогорске вот и волею судеб через много лет там 20 лет 22 там оказался в нижнем новгороде сейчас где и живу вот там я женился двое детей у меня сейчас два сына стас и сева и в принципе самая жизнь связана с единоборствами так получилось что самого детства я занимался дзюдо боролся 10 лет по дзюдо потом стал выступать по боевому самбо рукопашки и параллельно начал выступать в мм а вот и вот так вот последние сколько уже десять там лет восемь десять лет в стаке выступаю как начал тогда буквально пару лет назад у меня переломный момент наверно кстати говоря возможно поэтому я оказался потом потом в америке вот такой момент когда я мне показалось что я занимаюсь какой-то здесь заложение херней то есть но спортом потому что тренируешься тренируешься постоянно подготовишься как-то так уже его с такой чем что как-то начинаешь деградировать и вот этот момент я понял наверное что надо заканчивать вообще с этим то есть в общем получается что я занимался всю жизнь с любимым делом мне тоже это нравилось как-то так я же не там не ради денег это начал делать изначально мне нравилось драться надо стренироваться хотелось быть там самым сильным а здесь пришел когда период что я понял что я не хочу больше быть не самым сильным не драться не хочу короче вот и наверное эпогеем стало мое поражение когда я проиграл это было зимой прошлой еще так бездарно программа после просто так можно сказать отдал отдал бой должна без сопротивления ну и это как оказалось было очень такое наверно правильный такой поворот в моей жизни потому что если бы этого не произошло то я дальше продолжал мучиться и продолжал бы думать что занимаюсь чем-то не тем в общем в общем то я проиграл где-то полгода вообще не ходил не в зал чем занимался другой деятельностью там политической общественной социальной там создал проект баллотировался в депутаты в общем где-то полгода чем я не тянуло даже в зал просто потихоньку тренироваться в этом поехали 7 в сочи стал там тренироваться ходить в зал бегать вот и что что наверно вот какой вот такой большой поворот случился в моей жизни вот после этого что я понял что нельзя разделять почему нельзя разделять то есть семью спорт вообще свою жизнь то есть не надо постоянно отделять что вот есть бои там твоя карьера и все ты сейчас кого-то готовишься готовишься дерешься а потом когда ты ты начнешь жить там грубо говоря через 40 лет я решил вот мы приехали сюда вообще приехали в майами все семьей там поселились около океана и как и так получилось что когда я ехал сюда мне предложили еще бой как раз я вот не дрался после того поражениями предложили бой с бразильцем вот я приехал сюда начал тренироваться в америку топтим семьей ходить там вечером на океан там гулять здесь как-то так все в кайф было тревки какие были как будто я никто не готовились просто для поддержки штанов так скажем больше вот и настолько мне это понравилось что я занимаюсь вроде бы мне нравится заниматься спортом запроводить время с семьей на океан еще оказывается я готовлюсь к бою то есть все это как-то в мир это вселило новые такие силы какую-то заново родился и заново полюбил тренировки полюбил спорт захотел побеждать и после этого поехали мы в новосибирске на бой я кстати взял жену свою первый раз в качестве секунданта вот она после того что здесь вот они проводили со мной время не взял свой постоянно ездили и дети бегали по залу и жена смотрел к я тренируюсь поехал зал уже вместе с женой это же так как-то было прикольно такая ну как я так соскучился за год видимо что что не выступал вот выгол бою что так легко уверен и и снова понял что я снова хочу драться что мне какой-то вот это как как-то как 18 лет сейчас сейчас мне как будто не 30 18 вот нас как-то с детства приучают какому-то такому нехорошему свойству нам прививают что если у тебя все хорошо если ты улыбаешься сет радостью жизнь значит что-то что-то не так потому что должен напряжет должен работать должен быть сконцентрировано что-то должен постоянно расстроен в раздумьях быть тогда все хорошо значит ты живешь работаешь и все у тебя ты не с ней не сошел с какой на какую-то каевую дорожка если ты живешь и кайфуешь и дышишь полной грудью и все счастливы значит и поразит такое что-то не так делаешь и вот вот этот стереотип я хочу с этого сломать задушить его вот на самом деле расскажи смотри ты молодой парень тебя уже двое детей как молодой 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 вот и не мешает и или как влияет семья и дети да на твою как бы вот спортивную карьеру потому что я уверен что много спортсменов которые еще не имеющих семью думаю что их это будет тормозить до мешать и так далее но большинство уже имеющих семью говорят противоположные вещи как бы вот как раз и о чем я же и говорил что очень плохо когда боец данном случае да когда он вот это на мой взгляд опять же может сказать нет я так считаю что это очень беспонтово когда человек сосредотачивается на своей карьере на своих боях и думает что когда вот они закончат тогда я заведу семью а если он уже ее завел когда он еще там выступает вот думаю сейчас я закончу совет и тогда я займусь своей семьей тогда я займусь своими детьми сейчас сейчас еще 5 лет жена прожди там не не лезь ко мне там дети не я не буду с вами сейчас играть я закончу карьеру тогда я вот это самая большая тупость на мой взгляд потому что бои это круто спорт это круто там достижения пояса титул кубки но это это всего лишь маленькая часть нашей жизни и не более того и ни в коем случае нельзя посылать все к чертям там все остальное из задачи да зачем мне нужны эти бои вообще тогда если у тебя нет семьи если у тебя нет детей что нет жены если ты не уделяешь им время на хрена бои то нужно вообще кому-то будешь смотреть сам все эти любоваться своими боями что зачем бред очень полно это это кстати говоря же проявление эгоизма такого вот я очень против этого и как раз таки я может быть даже на своем примере пытаюсь даже пытаюсь готовить но я и так это показываю что это делаю не специально беря свою там семью всегда с собой везде для тренировки на подготовку это же классно зачем чтобы в семье пасаны это проблема ты когда у людей разные жизни да там жена сидит дома с детьми в мухосранске а ты в майами тренируешься готовишь у тебя все хорошо потом ты приезжаешь домой и смотришь на жену она какая-то не интересная стала чуть отстала тебя ты тут такой прогрессивный все видишь там в центре событий а жена какая-то стремная и ты думаешь блин да я вон я сейчас лучше со светкой она вот такая модная лучше с ней буду а ты же сам ее там дома оставил сам ее привел это составит от твоих детей выращивать ухаживать за ним и и вот тоже самое потому что ты как свадебный генерал приезжаешь домой такой крутой там с гонораром говоришь там все там вокруг меня пляшите я такой бомбовый это стрёмно самое вообще проявление там силы мужественности это вот именно не выйти там в креску подраться для этого большой мужественности не надо я вам открою секрет это не надо быть настоящим мужиком чтобы выйти и подраться за деньги в октагоне это бред очень все это для этого спас там достаточно спортивная злости там навыков немножко хотя бы мужского характера не более того а настоящая мощность это мужик настоящего тот который несет ответственность несет может нести ответственность за детей за жену за себе может стоять за них то есть не то что он стоять за них горой силы на кого-то бить нет а именно оберегать их во всех планах они в этом нуждаются женщины дети вот вот это вот это сильный мужик который это может делать и который еще может в это время совмещайте строить свою карьеру не в так скажем причиняя какого-то вреда своей семье то есть не забивая на нее вот это вот это проявление настоящего мужика сюда вот что значит правильно тебя как вот мне просто напишутся китом дурачки в том ты бы неправильно и там живешь ты неправильно там это делаешь ты должен так я откуда какой-то там петя пупкин должен знать как я должен жить зачем бред скажи должен найти свою модель поэтому она она для меня правильно там еще может для кого-то правильно давно и я не могу сказать что только так это вообще никто не может так сказать не к никому то есть каждый дворец сказать свои а Мага, я убью тебя! Я довольно рано начал заниматься дзюдо, довольно таки рано, соответственно, по своей инициативе? Да, да. Ну, мы, я же из маленького очень города, это очень маленький город, закрытый у нас в Зеленогорск, и там выбор, в принципе, невелик был, чем заниматься, там, то есть, была у нас грекоимская борьба, было дзюдо, дзюдо было очень близко к моему дому, в принципе, было ходить, и там, ребята, собрали, многие занимались, я пошел туда по этому. То есть, либо борьба, либо литрболк. Ну, да, да, либо ты так слонялся там по двору, либо пошел бы заниматься спортом, вот я когда пошел, так и меня так поперло, скажем так, изначально, мне понравилось очень сильно это, именно, вот, может быть, пошел там на бокс или на грекоимской, там, еще был у нас бокс, в принципе, в городе, и грекоимская, может быть, может быть, мне бы не так понравилось, а пошел на дзюдо, еще по тренеру очень хорошему, то есть, и меня так засыпило сейчас искать, поэтому я, скажем так, с детства, это уже вот рост такой спортивности, где там всякие лагеря, детские площадки. Смотри, сто процентов знаешь очень много, я уверен, это такая, я считаю, что это на самом деле очень важная тема, когда пацаны идут в спорт, борьба, бокс, неважно, чем они занимаются, да, то есть, боевыми какими-то искусствами, и потом попадают какие-то в определенные компании, да, и кто-то из ребят, ну, правильная жизнь продолжает, да, то есть, неважно, да, то есть, спортсмен там, и там, кто-то работать начинает, кто-то идет там, профессиональный спорт, кто-то еще что-то, ну, а кто-то, как говорится, идет неправильным путем, как ты решили, кто-то решил, что правильно, что неправильно, ну, есть люди, которые несут, как бы, зло, в принципе. Согласен, нет, это неправильный путь. Вот, и, да, и, я просто, как пацанам таким, да, понять, что это сила и, возможно, эти умения действительно нужно применять не там, и что это, потому что большинство этих ребят, они там и остались, ты понимаешь, да, о чем я говорю, да, они застряли в каком-то другом мире, таком вот, в девяностом, можно так сказать, и развитие ноль. Да, ты знаешь, вот у меня была такая же ситуация, потому что это было 2000-е начало, в принципе, а у нас в Сибири это, в принципе, были, 90-е еще в то время, и я, наверное, как раз таки попал вот в ту среду и в то время, и в ту, как раз таки, обойму, о которой ты говоришь. Я был еще очень молод, это было 17-18 лет, но я был уже, так скажем, физически развит, не по годам, из-за того, как я был очень силен, и я, в какой-то период у меня был, что я, так скажем, мне хотелось какой-то такой блатной романтики, так скажем, то есть я ходил постоянно в ночные клубы, я постоянно с кем, всякие разборки, а ночные клубы мы ходили не для того, чтобы танцевать, там, веселье, это было именно место встреч, то есть таких, так скажем, разборок, выяснения, кто сильнее, даже в городе так делились какие-то, говорю, просто, то есть были спортсмены, соответственно, это я, было и вот таки много таких представителей, и были такие, так скажем, блатные ребята, которые сидели в тюрьме, такие жулики, какие-то такие, наркоманы, такие, в общем, с блатным каким-то таким уклоном, которые с уголовным, прошлым и будущим, вот, и вот они постоянно что-то между собой делили, так скажем, и вот я также попадал под эту, вот в этот течение я попал, сейчас сказать, и меня в нем очень сильно понесло, и я в какой-то момент от него тоже кайфовал, мне очень это нравилось, я мне очень нравился на улице, я очень много нравился на улице, меня очень сильно били тоже, мы тоже в больницу отвозили, и я очень сильно бил, и люди отвозили в больницу после этого, вот спустя сколько времени, ты понимаешь, да, что-то не очень прикольно, это очень, это очень плохо, это отвратительно, и это очень страшно даже, хорошо, что никто не умер, вот, потому что были страшные, цены драться на улице просто, на самом деле, страшные вещи, на самом деле, я понимаю, что, я тогда бить руками не очень, я очень бросал, и я бросал людей с лестницы на свадьбе, очень сильно, и это было, ну, на самом деле, не очень прикольно, и меня били арматурами, битыми по башке, у меня больших таких, как со струю голову, и это, и это все казалось тогда, что мне привозили там, в эти, в КПЗ, я сидел в клетке, я смеялся, за вас крутые песни, мне казалось, что это круто, я хотел даже связаться с этим своей жизнью, но в какой-то момент вот появился человек, который у меня вот именно, я вот так дзюдо за ним, он боролся под дзюдо еще, но как-то уже так я остывал к нему, и вот появился человек, который меня замотивировал, зовут Василий, и он меня замотивировал именно вот новыми веяниями ММА, там, боевые единоборства, и все, это тренер твой, или это просто, это именно тренер мой, вот уже, то есть, появился человек, который все-таки направил тебя, да, конечно, конечно, он, я так, с ним мы с ним познакомились очень правильный тренер да и он как-то так скачу сателем сказать что такое будет сильно так борешься хорошо прийти на бои бы там боевое самбо мы вообще с ним тренироваться так а он очень фанатичный такой человек главный как так вот эту сумму дебильную энергию которая из меня первого пусть он я направил давно уже на русло и мы начали с ним пахать как сумасшедший в тот момент я помню я пошел куда-то в никуда то есть не было уже там девятнадцать восемнадцать девятнадцать лет я уже при здоровый мужик был но у меня не было там не средств существованию ничего я сидел на шее родителей но была какая-то появилась какая-то мечта я понял что смогу драться там зарабатывать эти деньги и вот мы с ним начали пахать как как черти в принципе да и вот это стало приносить плоды причем очень быстро там буквально через год я уже стал выступать на боевом самбо и буквально там выбирать чемпионат европы и буквально через полтора года стал уже так профессиональным бойцом достаточно таким в россии даже известны поэтому поэтому мечта в принципе вот в какой-то период именно в молнии нам в детских только молодым в подростковой она очень важно чтобы было ну не просто мечтают лежать на диване корряться в носу и мечтать а именно мечтать и еще здесь делать да вячеслав у вас предстоит бой 25 апреля с кем-то до раскрывался по поводу своей подготовки готовишь ли ты что-то особенное для магии и как твоя продуктов вообще принципе проходит целом ну магия уже подготовил я уже последнюю несколько стихотворения я ему уже спел песню авраам руссо переделанную именно под магу вот поэтому уже сделано многое да но осталось только еще его поколотить хорошенечко расскажем на десерт и все что касается самой подготовки то нет что-то там каких-то особых и я могу точно сказать что не каких-то у меня особо там под него приемов или там ударов изобретений то есть все в солдатом режиме в таком но большой бы что я готовлюсь америкам топ-тим и что здесь в принципе можно просто тренироваться и ничего не придумывая это уже будет очень круто потому что много спарик партнеров очень сильных и так скажем сама атмосфера ты впитываешь и крепишь на глазах на дрожжах говоря треш токи треш ток обычно идет для как бы того чтобы соперника вывестись разновесие психологическое и второе для раскрутки боя ваш треш ток с магой он выглядит довольно таки какой-то любезным и у всех фанатов появляется такой вопрос то есть вы уже друг другу почитали стихи спели песни на ринге что будет лаги будем драться конечно это как бы треш ток вот опять если возвращаться он должен быть от души самое главное то есть и у меня там к магии как человеку но у меня нет к нему ненависти то есть я не могу сказать что он плохой там или но у меня реально камера так скажем вытаскивать из себя это высасывать из пальцев в этот треш ток это бесплатно как-то полкну оскорбляя человека если он тебя реально не раздражает и ты не считаешь его там негодяем то это плохо а вот этот ну это как и так само опять же тут нет договоренности года что давай там рассказывать стихи или давай там петь песню это как-то идет этот ну это само слой так возникает то есть нет никакого плана просто так получается и в принципе саточными мне кажется интересно это выглядит все со стороны вот и нет какой-то грязи потому что мы я так скажем какой-то такой треш-токинг быдло для меня не очень это нравится небольшого монета что просто качестве там ты там чмо я тебя ненавижу тебе конец то есть это не очень красиво и опять же вызывает такое-то отвращение и лишний раз будет подчеркивать недалекость бойцов многих думать что бойцы тупые в принципе но от этого не уйдешь многие так думают и таким так скажем такими высказываниями таким поведением мы только решаться это будем так скажем подтверждать а когда я речи от уже отчет о таком искусство да когда мы сюда же до нажимом а смешанный его то есть мы сверху свои стихи и пение и культуру там в принципе получается там и я кстати маги предлагал по будильнику помериться молчу да не спасал видимо так посмотрим может еще ответят не знаю думаю что он сути не готов говоря о будущем после вот твоего поединка с магой твои цели и планы вот ездишь какая-то цель которой ты дойдешь расскажи пожалуйста своим фанатам и хейтером цели на самом деле у меня глобальный но вот так скажем практика последних лет и последних боев мне я не хочу загадывать на несколько боев предутме появилась до этого меня будет ахоп мне предложили подраться на вас сибирске от согласился поехал потренировался здесь подрался точнее сначала поехала мне предложили сейчас не предложили подраться в бой с мага то есть это для меня очень интересно мага там сильный боец вот такой его очень многие знают бой к этот интересен то есть мне это интересное предложение предложат сейчас возможно что-то еще интересная прям чувствую и возможно это будет даже летом то есть подеремся там возможно там предложат подраться в весе это тоже не исключено тут поэтому я не хочу загадывать но что-то будет что-то где-то будем драться и где-то но твоя цель вот внутренняя моя цель у меня есть в принципе желание подраться в и все честно сказать я не буду врать совершенно здорово это даже не в плане там денег или в плане там собственно эго то есть я дался в принципе почти во всех организациях и даже в белоторе дрался в американстве не дрался в UFC но дрался со многими бойцами юсишниками поэтому сейчас я с ними тренируюсь каждый день поэтому и логично будет подраться в UFC в принципе хорошо если говорить просто как бы ни о деньгах ни о поясе ни о чем вот и конкретно с кем бы ты хотел сразиться например может это какой-то уже боец который не выступает от с кем бы ты может какие-то из легенды или сейчас есть какой-то без который реально было бы интересно с этим человеком давай так даже независимо от весовой категории просто прикинуть такой вот журнер адон стантосом тренирую тренируюсь в одном в зале так он классный чувак хотелось бы с ним он не спаррингуется но на это боится а так всегда было интересно подраться с андерсоном сильвой конечно он бы наверно меня побил скорее всего что он очень крутой боец особенно лучшего вот меня всегда он очень импонировал вот тренировки в америку топ-team дают наверно вот это желание которое они исполняются спарраться с кем ты хочешь ты тут спаррингу я много уже с кем спарринговал там с действующим не спарринговал там с временными чемпионами и все кто будет драться за поясе и средней лицевой категории там и полутяжелый соответственно какие-то такие моменты у меня уже есть свои силы я уже с ними сопоставлял вот поэтому я не знаю я думаю что все так получается у меня в жизни что мне хоп и предлагает бой там как с кем-то интересный сейчас сейчас с магой получилась до этого там со шлеменко предлагали по этапа и то есть но я не были много в принципе блог их интересных боев у меня я думаю что эта традиция будет продолжаться поэтому я даже я думаю что кто-то сам как снег наголо будет падать его будет соглашаться принимать идею вызовы и сражаться с ними в безжалостных складках вячеслав мы желаем успехов в предстоящем бои хотим чтобы показали классный бой чтобы все фанаты остались довольны ну и выиграл сильнейший спасибо спасибо мы с мага я думаю приложим все усилия чтобы бой было интересно запоминающимся и выгодь сильнейший это буду я тогда выбор очевиден поэтому мага извини да но выбор сделал ребята у нас на канале проходит конкурс мы сейчас обговорим как бы условия условия конкурса вот мы разыгрываем бэкпэк юэси вот условия конкурса на самом деле очень простые человек должен быть угадать результат боя максимально точно человек должен подписаться на канал вячеслава он открылся в ю тубе на канал в ю тубе вячеслава на наш канал айди ментор и там и там у человек может написать разные варианты и у него появится больше возможность как бы выиграть если будет несколько человек которые дали одинаковый ответ например 5-10 человек из них там например 10 человек мы будет выбран методом случайного числа правильно вот так что ребят заходите на канал к вячеславу к нам на канал подписывайтесь обязательно подписывайтесь и комментируйте да и если вы напишите что выиграет вячеслав убийством в первом раунде это будет я думаю точный правильный ответ и не ошибетесь убийство вячеслав в первом раунде это так сказать спасибо большое спасибо взаимно было потрясающе спасибо за кофе отдельно он был потрясающим